Ангелы в небе Слава, Слава Христу, Слава Христу, Вечная Слава, Вечная Слава, Вечная Слава, Вечная Слава Христу. Хочется с ангельским пением свиться в горе искупленных, спасенных Господом и сердце Господу, Богу единому. Христу Спасителю славу поет, славу поет вечная слава, вечная слава, вечная слава. Слава Христу! Слава Христу! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Здесь, на земле людей, церковь невеста к небу стремится. Души них увлечет, о гряди Господи, видишь, небеса ждет тебе единому. Слава Христу! Вечная слава! Слава Христу! Слава Христу! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Чужим преславленный Царственный Божий Сын, Думый Христос, Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю. Славу поет! Славу поет! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Слава Христу! Вечная слава! Вечная слава! Слава Христу! Один месяц назад в наш город Джексонвилл приехали трое дружных братьев Алексей, Виктор и Михаил. Позади они оставили своих братьев и сестер, семья, у которых семеро детей и родители, которые в Норвегии, в лагере беженцев. Они очень любили церковь, они приходили, мало еще кого знали, и вдруг неожиданно их настигла серьезная трагедия. Михаил, младший брат, спасая других, погиб сам. Что делать в этот момент? Такое горе. Два брата, одни. Сегодня большинство здесь присутствующих – это христиане. В такие моменты мы как никогда познаем ценность тела Христова, которое есть на земле. Когда мой папа уезжал из бывшего Советского Союза больше 30 лет назад, ему сказали, кому ты там нужен, куда ты едешь? И он со слезами потом рассказывал, когда я приехал в страну, где я никого не знал, и меня встретили и поселили в дом, где уже была еда, постели на постель. Он говорит, я впервые понял, какая ценность того, что мы знаем Бога. У нас семья по всей земле. Что мы не просто называемся христианами, но являемся истинными христианами. Алексей, Михаил и Виктор, они очень любили Бога. Они настолько любили Бога, что когда у нас в церкви было водное крещение, они не хотели беспокоить хозяйку, потому что посчитали, что она устала. Они около пяти часов пешком шли на океан, чтобы праздновать вместе с нами этот праздник. Михаил, буквально вот перед приездом, это младший брат, перед приездом в Америку, он настолько горел для Бога, что Бог его крестил Духом Святым. Он был готов. Вы знаете, по земному, по человеческому горе, беда, но когда мы, не называясь, а на самом деле будучи христианами, оно все, приоритеты все меняются. Знаете, Михаила там встретили с почестями. Вот то, что мы сейчас пели, ангелы в небе, Господа славят. Там праздник, а у нас здесь горе. И наши ценности, они будут намного ярче, когда уже мы будем в небесах. И поэтому, друзья, сегодня мы не празднуем смерть, мы празднуем жизнь, которую Бог подарил Михаилу, этим прекрасным братьям. И меня очень радует реакция церкви на это горе и вообще общество, как много добрых людей. Но благодаря учению Христову сегодня мы можем проходить вот такое горе, вот вместе и ощущать такую сверхъестественную любовь. Я смотрю на этих скромных парней, у них только из усты вырывается, спасибо, спасибо, благодарю, что вы здесь. Я хочу также от их имени, я думаю, что у них будет шанс сказать большое спасибо, друзья, что вы здесь. Многие из вас даже не видели их в лицо, но вы оставили свои дома, оставили свои работы. Почему? Потому что в Библии написано, что лучше быть в доме плача, чем в доме радости. Да воздаст вам Господь, спасибо, что вы здесь. Сегодня у Алексея и у Виктора нету здесь родственников, нет семьи. И родители Ольга и Вадим Мирошниченко, они не смогли даже, с паспортами они не смогли сюда приехать. И у Михаила днерождение через два дня, 20 лет. Сегодня здесь их друг Богдан и также Валентина, которые из их города, из церкви, знают их. Но не только они, сегодня мы с вами. Алексей, Виктор, у вас большая семья, и вы не одни, мы с вами. Поэтому сегодня мы услышим свидетельства, мы будем петь и проходить это вместе с Господом. Давайте мы встанем и просто призовем присутствие Духа Святого и Господа здесь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за Твою любовь, за Церковь Твою, за Слово Твое, Господи, которое учит нас, как проходить такие испытания в жизни. Мы благодарим Тебя, Господи, за каждого брата и сестру, которые находятся здесь, чтобы утешить Алексея, Виктора, Ольгу, Вадима и всю семью, Господь. Мы здесь, Господь. Говори через нас, Господь, утешь, обними, Господь, эту семью родителей, и скорбящих, Господи, во имя Иисуса, во имя Иисуса, Дух Святой, просто приди сюда. И пусть это будет праздник, праздник жизни, праздник Твоей любви, праздник Твоего утешения. Дух Святой, просто приди. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Сейчас мы будем петь, друзья, если вы знаете слова, если нет, просто наберите на гугл первые строчки песни, и вы сможете петь вместе. В пении Господу есть сила. Я один из тех, кого ты заметил. Я один из тех, кого ты не прошел. Я один из тех, кто зимой и летом Твоим солнечным светом греет душу свою. Иисус, я один из многих, чьи пути и дороги к тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Я один из тех, я один из тех, чьи грехи забыты. Иисус, я один из тех, я один из тех, кого ты просил. Я один из тех, кто был на Голгофе, видел гроб твой пусты. Иисус, ты посмелись. Иисус, я один из многих, чьи пути и дороги к тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Иисус, я один из тех, кто поет тебе песни. Иисус, я один из тех, кто любит тебя. Иисус, я один из тех, кто с тобой будет вместе. Иисус, я один из тех, Иисус, я один из тех, чьи пути и дороги к тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Иисус, я один из тех, Иисус, я один из многих, чьи пути и дороги к тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, нас там будет много. Иисус, я один из них. Присаживайтесь, дорогие друзья. Сейчас старший брат Алексей зачитает биографию, потом младший брат Виктор, он скажет слово, и Богдан. И потом мы посмотрим слайд о жизни Михаила. Пожалуйста, Алексей. Я благодарен всем за то, что пришли поддержать нас. Я абсолютно не был готов к этому. Мы абсолютно все по-другому планировали. Эти планы, они не входили в нашу жизнь. Миша был одним из младших, тех, кто приехали сюда в США. Миша был третьим ребенком в нашей семье. Мы родились в Дружковке, это небольшой город, многодетной семье, у нас семеро детей. И Миша с самого детства, он был очень добрым, он старался помогать родителям, помогать бабушке. И часто было так, что когда он помогал, когда он спустя какое-то время уже начал помогать подзрослым нашим, братьям и сестрам из церкви, то мне часто казалось, что его используют, потому что собирались все вместе, и оставался Миша не один. Я ему звонил, говорил, Миша не с кем-то там остался, Миша говорил, я остался один, я там помогаю. Я говорил, брат, мне кажется, тебя используют. Он говорил, смотрел на меня своими глазами, говорил, брат, я так люблю служить, я это делаю во славу Господа, я люблю это. И потом, по мере того, как он взрослел, это чувство только становилось сильнее и мощнее в нем. Мне очень сильно не хватает его поддержки, мне не хватает его добрый глаз, который так часто просто наполняли радостью моё сердце. И вспоминая все эти моменты, которые мы прошли вместе с самого детства, когда мы там только родились, и до этого периода это просто навсегда остается в моём сердце, в моей памяти. Получилось так, что когда мы приехали сюда, то мы за день всё по-другому спланировали. Когда это обстоятельство пришло в нашу жизнь, я понимал, что если бы не Господь, если бы не поддержка моего самого дорогого, любимого человека, если бы не церковь, если бы не ваши молитвы, если бы не ваши звонки, если бы не ваши заботы, которые окружили нас, я сейчас бы думаю, что не мог бы стоять на этом месте и говорить. Поэтому я благодарен вам, и пусть Господь благословит ваше сердце за всё, что вы сделали для нас. Это правда бесценно. Когда Миша ещё был на Украине, он очень любил бегать и занимался лёгкой атлетикой. Мне в детстве казалось, что это абсолютно не мужской спорт, но когда мы опаздывали на автобус или куда-то не успевали, то Мишаня всегда вырывался вперёд. И я знал, что мы успеем, я знал, что он добежит. И как писал господь Павел, что бежал не просто, чтобы бить воздух, и Мишаня всегда в своей жизни ставил цели. И как в этом беге, когда он бежал и достигал этой цели, когда мы опаздывали на автобус, так самое потом в жизни все обстоятельства, которые просидели. Миша ставил цель и достигал её. И эти качества я очень ценил в нём. Когда он подрос и уже стал работать, то каждое место, в котором он находился, это и работа на Украине, это и работа в Польше, то просто люди говорили, насколько они любили его, они не хотели отпускать его с каждого места, где он работал. Просто Миша очень сильно любил Христа, и эти чувства, эта доброта в нём, она отражалась. И люди это видели, люди это ценили. И этого очень сильно не хватает, потому что та любовь, которую он излучал, когда даже были тяжёлые ситуации у меня в жизни, то Миша всегда была поддержкой для меня. Он просто подходил, обнимал, я чувствовал его тепло, заботу, я знал, что какая бы ситуация не была в моей жизни. Миша всегда отвлекнется, Миша всегда возьмёт трубку, Миша всегда помолится рядом, и то любовь, и то радость, которую он излучал, мне сейчас очень сильно не хватает. Я знаю, что он был готов, и он очень в последнее время горел Господом. И когда мы приехали сюда, то Миша не пропускал собраний, ночами любил читать Библию, делал какие-то записки, и он горел Господом, и это было видно в нём. Эта любовь, она проецировалась абсолютно во всём, что он делал. И когда он помогал людям, я думал, что это всё, что это максимум, потому что мне казалось, что он в тот момент, это максимум отображения Христа. И когда Христос сказал, что нет больше любви, чем кто положит душу свою за друзей своих, то мне казалось, что вот Иисус, который Миша имел в момент время, которое он вкладывал абсолютно полностью, он вкладывает, и чего-то больше невозможно. И когда произошла эта ситуация, когда случился этот ужас в нашей жизни, я понял, что у Господа был план, у Господа был план для его жизни. И Миша предстал готовым перед Господом, и сейчас, благодаря этой цене, я верю, что у тех девочек, которых Он спас, есть возможность предстать перед Богом так же самоготовым, каким предстал Он перед ними. Недавно Он евангелизировал одним ребятам, и ребята задали вопрос, хорошо, когда закончится твой жизненный путь на этой земле, то что ты будешь делать в вечность? Что ты будешь делать в вечность с целой вечностью с Том, чем можно заниматься? И Миша говорит, я буду прославлять Господа. И они говорят, это очень глупо, как можно целую вечность заниматься только тем, что ты прославляешь Бога? И Миша говорит, я этого хочу, я этого желаю, это моя мечта. И сейчас я знаю, что его мечта осуществилась. Сейчас я знаю, что он с тем, кто так был явлен в его жизни. Я знаю, что сейчас он прославляет. Того, кто дал ему эту жизнь и того, кто так явно проявлялся в нем. Господь допустил эту ситуацию в нашу жизнь, но Он не оставил нас. И благодаря семье, Христе, которую мы имеем, благодаря вам, благодаря живой церкви, мы чувствуем поддержку, мы не оставлены. мы ощущаем эту заботу. Мы не были одни после этой ситуации, когда случилось. Это постоянно происходило. У нас постоянно были дома люди, за нас смолились, нас поддерживали, к нам постоянно приезжали. Поэтому я благодарен всем вам. Я также приветствую всех, кто смог сегодня быть вместе с нами. Я благодарен всем, кто пришел, кто был с нами от нашего начала трагедии, когда это случилось. Всем, кто был с нами на пляже, искал тогда. Я просто хотел сказать от себя тоже, что Миша для меня был особенно близким братом. Хоть он был младшим, он был для меня во многом примером. И действительно, мы много говорили. Много говорили на работе, мы работали вместе в Шотландии, много говорили с ним. В наших прогулках проводились много времени. Миша всегда, Мишка всегда был для меня примером, и всегда он оставлял меня. Когда у меня там были перекосы в личной жизни, в моих отношениях с Богом, Миша первый видел это и говорил мне об этом. Это не было обличением таким жестким, которое бы ранило меня. Это было сказано с любовью, и я всегда не знал, как он это делает, но я знаю, что та любовь, которая была в нем, Бог действительно говорил со мной через него. Действительно любил Бога, и он все целое, все, что получал от него, он отдавал. Он отдавал это в добрых делах, он отдавал это в любви к нам, в заботе к нам. Он давал это в служении, действительно, то, что говорил Леха, он прав, он действительно, Миша жертвовал очень много. Он жертвовал людям, которые их не знал. И когда мне писали после этой трагедии, и писали люди, которых я не знал лично, и когда мы были в Польше, мы были вместе с Мишей, мы могли помочь, но оказалось, что Миша делал очень много добрых дел, тайны от нас, в ущерб себе, и мы знали об этом только сейчас. Поэтому просто я хотел благодарно сказать вам всем, что вы были вместе с нами, действительно, вы прошли, вы приняли этот удар на себя, принесли эту боль вместе с нами, с нашей семьей, и спасибо, что вы у нас есть. Я понимаю, что мы не знакомы с многими из вас, мы сегодняшний месяц здесь, но спасибо, что вы оказались близки, что вы оказались настолько родными, за то, что вы смогли быть с нами, с нашей семьей. Мы даже не рассчитывали на такую поддержку, на такую любовь с вашей стороны. И просто я знаю, что то, о чем мечтал Мишаня, то, чтобы Божье Слово распространялось. И когда он приехал сюда, он мечтал поступить в миссионерскую школу, он даже принимал участие в розыгрыше, который там был, но я знаю, что теперь благодаря его действию, которые он сделал на пляже тогда, много им верующих людей, они писали мне тоже, что они восторгаются его действием, его подвигом. Я знаю, что многие из сердца Бог постучался после этого. Я верю, что Бог посредством его действия тоже произвел свое служение, и я верю, что Бог будет действовать дальше в сердцах людей, через которых Мишка действовал, которому он говорил, которому благовествовал. Спасибо вам, что были все вместе с нами, что присутствуете здесь сейчас. Мы очень благодарны вам от имени нас, от имени нашей семьи. Пусть Бог вас уверен благословит и воздаст вам за все, что вы сделали для нас. Когда я только познакомился с Мишей, это был такой позитивный, улыбчивый человек, и он не изменился, даже на этом фото он улыбается. И сейчас в руках я держу его дневник, где он записывал свои мысли. Я хочу прочитать некоторые из них. Верен в малом и во многом верен. Часто в нас просыпается лень, и мы не хотим служить Богу. Я про себя. Придумывая разные отмазки. Типа, это слишком мало, я ничего такого не сделаю. Если ты хочешь служить, не важно где, важно для кого. Даже в маленьком деле мы можем быть светом. Рассказав свидетельство, мы уже можем посеять семена, которые Бог возрастил. Как написано про горничное зерно, какое оно маленькое, но посадив, Бог его так взращивает, что птицы небесные могут укрываться в нем. Так что даже маленькое наше зернышко может принести плод. Нам может страшно или стыдно сказать другим о Христе. А просто представьте, что этот ваш друг, может коллега или просто человек с улицы, куда он попадет в конце жизни. А ты можешь ему рассказать о его любви. То, что примет он или не примет, выбор за ним. Но смотрите, если вы не расскажете, а этот человек нуждается, то просто представьте, что этот человек может завтра умереть. И с ним был тот, кто знал о Боге и ничего ему не сказал. что это как человек, сидящий всю жизнь в наручниках в рабстве, а его друг имеет в кармане листов про освобождение и ключи, но ничего не говорит. А сам этот друг свободен и радуется жизни. Твое служение — это не обязательно проповедь или свидетельство. Это может быть как стих или песня, так и просто поступками и служением другим является светом в этом мире. И знаете, он всю свою жизнь, сколько я его знаю, он пытался быть светом для других. И в этой ситуации, я думаю, он сделал больше всего. Он спас жизнь этих девочек, он исполнил свою миссию. И сейчас он находится с Богом. Мы имеем упование, что нас ожидает дом на небе. Наши имена записаны в книге жизни. И это вечная радость, это наслаждение, где мы будем вечно славить того, кто нам жизнь подарил, того, кто возлюбил нас великою любовью, которую до сих пор я не могу понять. Как часто мы возвращаемся к тому греху, от которого нас избавил Бог. А еще мы выбираем другого господина, уделяя свое свободное время, свой день, который дал тебе Бог, служа не Ему, а чему-то другому. Как часто мы ищем общение с Ним, воли Его в каждом дне. мы можем не заметить, но что-то в себя вкладываем, и чем мы себя наполняем, тем мы и становимся. я увидел еще одно очень сильное слово у Него. Когда помогаешь другим, не жди, что тебя отблагодарят, но будь как раб, которому велели, и который не ждет благодарность, потому что должен был это сделать. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Он исполнил то, что повелел ему Господь. Он герой для каждого из нас. И сейчас он с Богом. Господь подарил ему то, о чем мечтает каждый из нас. Я написал стих, но он на украинском языке. Твоя усмешка, миш, не завжди з нами. Твой щирий погляд в памяті на век. Твой смех, твоя бажанья мирно жить, не полишали ущені на мить. Твоя любовь до Бога, іншим приклад. Твоя життя, так, как Иисус хотів, тебе забрав Господь до себе жити. На небеса тебе не полишив. Семья, родина, щирі твои друзі сумують, каждый уже слезу пролив. Не вірится, что стало все так швидко. Твоя мить, яка теперь для нас веки. Я знаю, ми зустрінемось на небі, обіймемось і знову чутиму твій смех. І то вже мить буде для нас навічно, бо разом з Богом радість з віку в вік. Нехай же всі, хто боруч був з тобою, запам'ятають все, що ти в житті творив. Останній подвиг, ті життя ти спас собою, і Бог тебе Він сам нагородив. Даже после смерти його дела проповедують нам. Я думаю, що ми всі многому учимся сьогодні. Це як лучша конференція, на яку ми можемо взяти щось дуже цінне для своєї життя. А зараз внимание на екран. Фрагменты із жизни Миши. Любов'ю і силаю Жизнь наполній моєю. Жизнь наполній моєю. Поклонюся Тебе Поклонюся Тебе Всей жизнью Моєю. Поклонюся Тебе Всем сердцем Моєю. Поклонюся Тебе і знаю, і знаю імель, і знаю імель, Тебе Поклонюся Тебе Поклонюся Тебе і знаю імель, Тебе 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 І силаю Тебе Поклонюся Тебе Поклонюся Тебе Всей жизнью Моєю. Поклонюся Тебе Всем сердцем Моєю. Поклонюся Тебе Поклонюся Тебе І знаю імель, Тебе Тебе Мой Господь. Любовью І силаю Жизнь наполній мою. Любовь Тебе 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 Поклонюся Тебе Всей жизнью Моєю. Поклонюся Тебе Всім серцем Моєю. Тебе И знаю и верю, ты мой Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Подойти и дать. Не потому, что там они хотят этого, нет, а вот именно вот ихняя скромность, вот именно ихнее уважение. Уважение это для них, ну я не знаю, превыше всего. И поэтому я хочу сказать огромное спасибо Богу, огромное спасибо родителям, которые вложили в своих детей Христа. Мальчики, я вас очень люблю. Мы шесть лет не виделись. И когда мы с Витюшей встретились неделю назад, он говорит, я вас заберу к нам в церковь, мы побудете, а потом все пообщаемся. Они участвовали в сценках очень часто. Они все, понимаете, они все никогда не отказывали. Они никогда не сказали нет. Если есть возможность помочь, они всегда помогали. Всегда. Но Мишаня, он своей улыбкой, он реально покорял. Когда мне сестра позвонила, Ира Максимович с Украины, говорит, Валь, как так? Это наш Мишаня. Его даже Мишей никто не называл. Это был наш маленький Мишаня. И он так и останется наш маленький Мишаня. Но я никогда не думала, даже в голову мне не приходило, что я встречусь с ним на похоронах. Но слава Богу за все. Аллилуйя, у нас есть Бог, который о нас заботится, который дает нам все. И мы делились с Витюшей благословениями. Мы четыре часа проговорили, стоя на одном месте. Мы делились благословениями, которые Господь посылал. Он рассказывал, как он эти шесть лет. И вы знаете, мы все четыре часа проговорили о Боге. Это очень хорошо. Мы даже, понимаете, мы даже с места не сошли. Мы говорили о Боге. Но была надежда на то, что мы встретимся и поговорим. Мишаня, встретимся на небесах и поговорим. Благодарю, Валентина. А теперь еще раз внимание на экран. Одна из, один из репортажев местных новостей. Одна из репортажев местных новостей. Today, I had the chance to talk with his family and learned that the 19-year-old had just moved here with two brothers. They were the first in a family of seven that are trying to get to the U.S. from a refugee camp. Always be happy and he's a sunny guy, really. The Miroshinchenkos last saw their brother, Michael Miroshinchenko, Tuesday night. Police say he went into the water at Neptune Beach around 8 p.m., trying to help an adult and two children who were struggling in a rip current. And I tell to my brother, do you can see my Michael? He say no. We just go in and try find him, but we can't. His body was found about six hours later, floating in the surf of Atlantic Beach. It's so terrible. So terrible because we must today call to our parents, to Norway, and we have small brothers and sisters in Norway. Their family fled from war in Ukraine and are now living in a refugee camp in Norway, waiting to come to the U.S. Their parents heard over the phone that Michael died a week before his 20th birthday. Now, instead of a birthday party, the brothers are planning a funeral. And we bought a present for him, but we can't give him a present now. It's really so terrible for us. They are working with a local Ukrainian church, but are asking anyone in the community who can make donations to help. A GoFundMe link for their family can be found on our website, firstcoastnews.com. Reporting in Atlantic Beach, Atiyah Collins, First Coast News, on your side. So, so tragic. And while there are... Сегодня мы также благодарны Эрику, который был там на океане, и отец этих детей, которых спас Миша. Эрик, пожалуйста, please. Я прошу прощения, я не привык говорить на публику. Как вы слышали от других людей, я также лично Мишу не знал. Но, от того, что я слышал, Миша, он был бесстрашный. Миша был великолепный, удивительный человек. И я так благодарен, что он был там в тот день. Мои дети назвали его героем, но я думаю, что они не то слово подобрали для этого. Моя мама сказала мне, что ангелы между нами ходят. И я истинно верю, что Майкл был этим ангелом. Я навечно благодарен от всей души. И, как я говорил, на берегу в тот вечер. Спасибо, что спас мои детей. Эрик, могу я спросить? Я спросил вам, что вы не знали? Нет, не знали. Среди нас здесь находится много прекрасных людей. Например, Лидия Сушинская, Света и Слава Морозовой, которые так много помогли. Они и цветы сделали, и еду приготовили. И здесь также Влад и Анна Коняхины, которые просто тоже ангелы вокруг них были. Они и гоуфант не открыли, и писали, приглашали. Можно вас сюда, пожалуйста, Влад и Аня Коняхины. Мальчики мне, парни мне как родные братья, потому что они женихи моих сестер, Витя и Лёша. Поэтому очень-очень близко это все принимают к сердцу. Когда они приехали сюда, что первое я запомнила, они очень радовались, что они приехали именно в нашу церковь. Они очень были рады услышать пропасть живую от Богдана Бондаринка, потому что они слушали ее онлайн. И они были очень рады увидеть океан, его мощь. Он был прекрасный. И когда я видела их в церкви, и меня очень удивляло то, что они пришли с Библиями, именно с книжками. Для меня это было интересно, потому что обычно люди сейчас носят это все в телефонах. и я была приятно удивлена. В последний раз, когда я видела, это был понедельник, когда я видела Мишу. Так как сказали, что он очень горел для Бога, и в понедельник я его последний раз видела на молитве. Мы пели на сцене с группой прославления, и он зашел, и по понедельникам не сильно много людей приходят, и приходят такие более старшие люди. Он был один с молодежью, я его видела одного, и он зашел такой, я ему помахала рукой, он мне такой, я на сцене была, он пришел, сел, и он прям сиял. Я помню это очень хорошо, и я не знаю почему, наша группа прославления, мы в этот понедельник, мы выбрали такие песни, одна из которых была «У твоей груди, успокоюсь я». И мы когда пели, я как-то так думала про небо, и вторая песня тоже была про небо, что мы будем петь, и звезды будут удивляться нашему пению. И я очень четко помню, когда я пела и смотрела в зал. Я видела Мишу, и он так устоял, и он пела, он такой. И он очень так, я не знаю почему так получилось, но как будто я верю, что Бог его реально готовил. И в это воскресенье прошлое, у нас было причастие, я видела, помню, вот картинку, когда он шел туда, он принимал причастие, а потом в понедельник эта молитва, эти песни. И во вторник я узнаю, что Бог его забрал к себе. Я полностью, конечно, сложно, это очень сложно принять, но ты веришь, что Бог его полностью подготовил. И я просто, я смотрела на него, и сейчас я понимаю, что я бы хотела быть в этом состоянии, как он был, чтобы быть готовым так реально в любой момент встретить Бога. Это дорогого стоит. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто помог, поддерживал, потому что все, что вы сделали, это не просто финансы, это не просто то, что здесь, это в первую очередь, это поддержка, это помощь, это то, что неоценим. Финансы, все материальное, оно сгорает. Поддержка, подкрепление, это то, что остается, это то, что самое главное. И знаете, мы как церковь, я все больше и больше удивляюсь нашим людям. Я все больше, я поражаюсь. Как мы быстро все это делаем. Я понимаю, что Бог настолько нас плачает, что мы можем помочь окружающим. Я знаю этих парней около месяца, только мы приехали. Мы с ним познакомились, дружились хорошо. Просто, ну, все, что я от них слышу, мы вам поможем. Давайте что-то еще сделаем. Я говорю, нет, все нормально, нет, давайте. Ты им предлагаешь свою помощь, они взамен свою предлагают. Тогда у них ничего нет, но они предлагают это все. Вроде человека ничего нет, но он это дает, то, что у него есть. Так что и мы должны, то, что у нас есть, мы должны давать. У нас есть Христос. Мы должны нести это. Потому что мы не можем материальное дать людям, и они будут счастливы. Потому что это все временно. Мы благодарны всем вам, кто здесь. Слава Богу. Всем добрый день. Моя сестра Лида, она здесь сидит, и она говорит, я бы сказала, но я не могу как-то так сказать. Я растеряюсь, и меня не поймут. То есть я вместо нее чуть-чуть скажу вам. Эти ребятки, когда ехали сюда, в Джексон-Вилл, они пытались найти, где бы они остановились. Они искали информацию. Они знали только живой поток церковь, и все. И говорит, так интересно, они как-то по интернету нашли именно ее дом, именно ее адрес. И говорит, созвонили, спросили, можно ли у вас остановиться? Мы приедем, мы будем находиться. Нет ли у вас комнаты какой-то для нас? Лида, говорит, так удивилась. Они меня не знают. Как они нашли, я тоже не знаю. Но, говорит, интересно, что они как-то попаивались людей, не зная, как-то по телефону что-то узнавать, что-то там резервировать или что-то спрашивать. Говорит, когда они приехали, они, может, сколько мы будем платить, сколько это будет стоить? Говорит, их отношения меня удивило. Тима, ее муж, стоял мы, знаете, мы пока заочно только знакомились. Мы не знали их до конца, как наша семья. Мы только знали по рассказам Лиды и Тимы. И они говорят, слушайте, такие ребята скромные, такие молодцы. И удивило то, насколько они, когда приехали домой, смотрят по адресу. Церковь, которую хотели, живой поток, у них машины нет. Говорит, они пока с Майями добрались, а потом на остановку с чемоданами, пешком шли, пока дошли к нашему дому. Голодные вечером пришли. И самый первый вопрос был, как далеко церковь? Они смотрят, что-то не то показывают. Ну, типа, идти три минуты. Ну, неправильно. Наверное, что-то попутали. А потом снова Лиды говорят, да-да, вот это, прямо на дороге, через дорогу церковь. Для них это был такой тоже праздник, ну, такая радость, пешком, без машины. И тут Господь уже спланировал. Бог видел вот это сердце, да? Не было машины все это время. Тима говорит, они даже нас не спрашивали. Надо в Walmart, представьте, от живого потока идет церковь наша. Пешком в Walmart, пешком туда. Они, ну, у вас детки маленькие, чтобы вас не беспокоить. Все нормально, мы разберемся. Вот это чувство не потому, что они горды были спрашивать, нет. Видно вот эту разницу, когда просто люди стараются быть благодарны всему и обойтись как можно. Помните случай, да, заводное крещение? Тоже там машину взяли, что-то не все работает. Да пешком пойдем. Думали, там встретят друга, который обратно заберет на собрание. Друга не оказалось. Ничего страшного, пешком обратно придем. И пришли они где-то в 11 ночи, да? Голодные, конечно. Лида завела их, давайте борща кушать. Но, говорит, мы не жалеем за то, что мы попали на это водное крещение. Все-таки стоило этого. И для нас всех, я так думаю, тоже урок. А как мы? Бывает какая-то маленькая причина, там уже все, да? Там можно пропустить собрание, можно еще что-нибудь. И вот тоже, как подметили уже много раз, любое собрание, будний день, старались не пропускать, старались быть там. И когда мы вот готовились к похоронам, Андрей много тоже помогал, Кусый, я не знаю, скажет он или нет сейчас, но мы пытались понять, они по себе такие благодарные? Или они просто потому что горе вот за все благодарят? Любая мелочь, давай помогу, давай понесу, давай сделаю, говорите, что делать. Это действительно, это вложено в характер, это было. Мы еще, Лида вот родила две недели назад, тоже маленький вот ребеночек, и у нас был план, Лида, давай, мы по воскресеньям в нашей семье собираемся всегда обычно у наших родителей, на час дня, мы это знаем. И мы сказали, давайте мы их к себе в нашу семью примем. Лида, говори, пускай они тоже к нам приезжают вот на час дня. У них здесь семьи нету, мы хотели для вас стать семьей, но получилось уже, мы чуть не успели, вы даже не пришли к нам еще ни разу, но мы теперь вместе с вами в этом горе. Пусть вас Господь благословит, ваших родителей, всю вашу семью. Вы для нас, и мы для вас новая семья. Когда произошла эта трагедия, как-то так вот, я не знаю, в течение обстоятельств, но мы как христиане, мы понимаем, что ничего не случайно Андрей оказался там. И брат Владимир, Бричка там был, еще несколько. И вот с того момента Андрей, как родной отец, был с ними рядом постоянно. И день и ночь, и возил их, и сидел с ними здесь, организовывая все. Спасибо Богу за таких добрых людей. Андрей, пожалуйста. Здравствуйте всем. Я думаю, слишком много чести для меня уделили. Я, к сожалению, не знал вашего брата. К сожалению, было бы прекрасно знать такого парня. Но я знаю вас. И, как уже сказали, неделю провел с ними. И мы с Светой просто удивлялись. Мне просто было до того удивительно, насколько они скромные, простые ребята. Просто был случай, вот буквально вчера, Леха забыл ключи у меня в машине. И я вернулся назад, и он навстречу пошел пешком, босый. Прямо до перекрестка, до церкви почти дошел. Наверное, хотел сэкономить мне полстакана бензина и 30 секунд времени. Ну, просто, ну, это простота и скромность их. И просто, я не знаю, таких ребят, честно, не встречал. Я понимаю, что на похоронах, как бы, принято говорить только хорошее. И часто ты слышишь только хорошее. Но могу твердо сказать, что, зная их всего неделю, ничего плохого точно не скажешь. И, зная, как сейчас вот много было сказано, что их младший брат был для них примером, то я не представляю, какой был он, Мишка, если эти ребята такие классные. И я хотел просто, ну, обратиться к ним и сказать, что Бог вас любит, и у вас большая семья. Вот, посмотрите вокруг, вы не одни, это все ваши братья и сестры. Мы все здесь для вас, и мы будем стараться быть с вами, как при возможности помогать. И, возможно, придет время, когда-то неделя-две пройдет, и вы когда-то останетесь одни, и вам будет очень тяжело. У вас есть такие, как я, таких, как я, много в церкви. Звоните, надоедайте, на рыбалку поедем, что-то придумаем, одни не будем. Ну, честно, они мне стали просто как братья, как родные. Я как будто бы всю жизнь их знаю. Они просто с первого дня стали родными. И пусть Бог благословит ваших родителей, ваших братьев и сестер. Спасибо, Андрей. Благодарим всех за добрые дела. Друзья, сейчас давайте мы встанем. Откройте в сборниках ваших, надеюсь, есть ваших айфонах. 10.37. Там, в вышине бесконечной. И после этого мы услышим слово от старшего пастора, церкви Живой Поток, Богдан Бондаренко. Там, в вышине бесконечно, Между планет, город старый, город вечный. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, прославлять, креста прославлять. Здесь постоянно усталый душу мою томит житейское море. Только в одном мне за Христом вперед, 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 он в небесную очистку непризменно доведет. Только в одном мне за Христом вперед, 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 он в небесную очистку непризменно доведет. Все передо мною прекрасно, кажется мне, чувство мое не указано. Город родной, неповторим, он растет, цветет, живет. Город чудный, город славный, красотой в себе кричет. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, прославлять, креста прославлять. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, прославлять, креста прославлять. Присаживайтесь, друзья. В нашу церковь за последний год или чуть больше приехало более 200 только взрослых беженцев из Украины. И каждый из них, он ценен в глазах Господа. У каждого своя судьба, много разных тяжелых воспоминаний. Но есть люди, которые по-особому оставляют след в этой жизни. И три брата, которые так недавно приехали в наш город и в нашу церковь, они уже оставили след не только внутри нашей общины или церкви, но даже в нашем городе. Это даже распространилось на местных американцев. Я думаю, сегодня является ярким примером для многих из нас. Их семья, которая состоит из семеро детей, родителей, узнал от брата Виктора, что они убежали, родителей спасая. Детей убежали из Украины, когда началась война, они из Донецкой области. И меня очень сильно трогает тот мотив или причина, как и почему они попали в Джексонвилл. Я общаясь с одним из братьев Михаила, у них в Джексонвилле нет никого из родственников. У них в Джексонвилле нет близких друзей, с которыми они там давно знакомы. У них был только один мотив. Они случайно, со слов Виктора, по интернету увидели нашу церковь. И это было их желание и цель, попасть именно в Джексонвилл. Я думаю, что очень мало молодых людей или вообще, наверное, людей, которые движимы, готовы ехать за океан в другие страны, переезжать в другой город. Обычно люди это делают из-за материальных ценностей. Лучше работу найти. Дешевле дома стоят. Лучше жить. И это нормально для всех нас, людей. Но когда люди движимы духовными ценностями, это очень сильно удивляет. Особенно в молодом возрасте. И когда они попали в Джексонвилл, то их первый был вопрос, если вы слушали внимательно, а где церковь, как далеко церковь? Вы представляете? Вот Божье вмешательство на такой чистый поиск сердца. Три минуты ходьбы. Вот такие детали, они нас еще больше, наверное, нам показывают, как Бог везде, во всем, над всем. Наблюдая вот со стороны, как церковь отреагировала на их горе, на их беду, я так слушал со стороны и думаю, я хочу быть в этой церкви. Это очень большая привилегия для людей сегодня знать Бога и быть частью церкви. Люди это ценят вот именно в такие моменты. Когда все более-менее нормально, или когда мы разбалованы комфортом, испытав материализм в этой стране, то мы часто можем крутить носом, возмущаться и многих людей обвинять. Но моменты истины, они остаются вот в этот, вот именно когда мы здесь собираемся. Вот это момент истины. Вот там все, переоценка ценностей настолько большая. Ты понимаешь, что никакие деньги, никакие дома никогда не заменят личность, ценность человека, жизнь вечную и веру в нашего живого Бога. Сегодня на похоронах я хотел бы обратиться, возможно, к людям, у которых духовная жизнь хромает, у которых духовная жизнь, возможно, теплая, никакая, кто просто уже испытал американскую суету. Поэтому хотелось бы сказать всем нам, что жизнь на земле очень короткая. И эти моменты, они всем нам напоминают, что есть вещи поважнее и по ценнее в этой жизни. Я хотел бы также подметить, что всегда смерть любого человека для нас на земле, для людей это горе. Но когда эта смерть была ради кого-то, вы понимаете, какой это другой уровень. это природа Христа. Христос пришел на землю и отдал жизнь за людей. Если вы не знакомы с этой личностью, я вас приглашаю познакомиться с Иисусом Христом, который умер за твои грехи, за мои, за все наши не сдержанные обещания. И если мы верим в это, ты можешь иметь прощение, милость, жизнь вечную и смысл жизни на земле. В Писании написано, нет больше уровня любви, чем если кто положит душу свою за друзей. Миша, он положил свою душу за людей, которых он даже не знал. Просто спасая других, сам отдал свою жизнь. Друзья, смотря на такие примеры вот в перспективе нашей жизни на земле, как там хочется, мне лично хочется, надеюсь, и вам, сделать просто переоценку ценностей, сколько мы вкладываем в поиск желания материальных земных вещей. Как часто мы ропщими бываем недовольны из-за каких-то вот опять же мелочей. И как ценно, что, друзья, сегодня среди нас есть люди на земле, которые такие же люди из такого же материала сделаны, как и мы, которые могут без робота пройти пешком, которые могут пойти босиком, у которых вообще требования, запросы очень-очень маленькие, которые ищут, как послужить, и как Миша написал в своем дневнике, когда делаешь добро, не жди спасибо. Кажется, вау, какой они планеты, эти люди. Стой, куда мы все стремимся. вот там такие правила. Вот это гражданство, небо. Это не просто на бумаге, можно иметь паспорт, любой, а можно в душе, внутри, по природе быть. Написано в Писании, что вы, мы, письмо Христово, читаемое и узнаваемое всеми. и когда такие люди уходят, обязательно кто-то должен встать и продолжить это, этот свет и быть этой солью для других людей на этой земле. сейчас мы будем молиться и рад, что в нашей церкви появились эти ребята Алексей и Виктор. мы уже видим, что вы стали благословением для нас. Мы очень надеемся, что и мы будем благословением для вас. Я хотел бы, чтобы в этой молитве мы помолились за их родителей. Папа Вадим и мама Оля находятся сейчас в Норвегии. Узнали об этой новости по телефону. Я думаю, кто имеет детей, вы понимаете. как это тяжело. Давайте мы помолимся о них, помолимся о их других детях и помолимся Алексея Миши, о Викторе Алексея, чтобы Бог дал им особое утешение в этот момент и чтобы этот пример он еще других людей привел к Богу и возможно заставил задуматься о жизни здесь на земле. Давайте мы встанем. После молитвы, если вы желаете еще поучаствовать и благословить их семью, когда будет момент прощания, когда будет каждый сможет пройти здесь перед гробом, посмотреть на эту фотографию Михаила, здесь еще будет стоять корзинка и вы сможете также, если вы еще это не сделали, благословить их. А сейчас давайте мы склоним наши головы в молитве. Отец Небесный, мы приходим к Тебе как к Богу нашему, в Которого мы верим, что Ты Бог везде, во всем и над всем. Господь, мы верим в жизнь после смерти, мы верим в встречу с Тобой, в вечности в небесах. Помоги, Господь Иисус, и нам воспитать наших детей так, чтобы как наш брат Миша, чтобы их лица сияли, чтобы они также стремились и бежали на молитву по понедельникам, чтобы они также искали Бога, искали церковь, ценили Твое Слово, чтобы они жили ради других, служили ради других. Дух Святой, сегодня, Господь, эти истории, примеры, таких героев неба, они сегодня, Господи, нас обличают, чтобы мы не фокусировались на себе только, чтобы мы не стали, не привыкли жить эгоистичной жизнью. Господь, благослови сегодня мы в этой молитве с церковью, с родственниками, друзьями объединяемся и благословляем эту семью, Господь, молимся за родителей Майкла, за Вадима, за Олю, там, где они находятся, далеко за океаном. Бог мой, благослови, утешь материнское сердце, благослови сердце отца, который родили, воспитали, Господь, и верили в Твои руки, Господь. Бог мой, привили им эту любовь к Богу, настоящую, искреннюю, личную, Господь, слава Тебе за такие добрые примеры. Господь, мы благословляем их дом, их многодетную семью, Господь, позаботься за их нужды, Господи, позаботься, как Отец Небесный, Бог мой, во имя Иисуса Христа, благослови их, Господи. Я прошу Тебя, Господь, пусть жизнь Майкла, которая ушла, Господи, сегодня она для нас будет светом, примером, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молимся Тебе, Господи, за Алексея и за Виктора, которые остались здесь, Господи, потеряв брата. Бог мой, во имя Христа Иисуса, благослови их миром, благослови их утешением, благослови их семьи, будущее, судьбы, благослови их материально, благослови их миром, благослови их, чтобы мы, как церковь, были для них благословением и поддержкой, и чтобы они, Господи, здесь служили тому же самому Богу, ради которого, Господи, они здесь. И Иисус Господь и ту церковь, которую они искали, этот дом молитвы, куда они стремились, Господь. Пусть они там всегда находят отраду, обновление в силах, Господь. Во имя Христа Иисуса, Бог мой, благослови их. Благословляем их именем Господа нашего Христа Иисуса. Господи, если здесь есть люди, которые Тебя еще не знают, в Христа не верят, Бог мой, чья жизнь, Господи, теплая, холодная, Бог мой, пусть сегодня, Господь, Дух Святой сам постучи в эти сердца. Господи, пусть те девочки, которых Он спас, Бог мой, пусть они будут Твои. Пусть они никогда не забудут, что Миша, Он был христианин, который верил в Бога. Пусть, Господи, их жизнь и судьба, и судьба их родителей, пусть они всегда принадлежат Богу и помнят об этом во имя Иисуса Христа до конца дня их жизни. Мы благословляем, Господи, эту семью во имя Иисуса Христа, за все прими славу и честь, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, эта первая часть подошла к концу. Мы вас приглашаем всех в церковь, в Живой поток, в зале СМБС. Там будет обед для всех вас, кто свободен, кто может прийти. Для Алексея и для Виктора это будет очень важно. И там, если вы что-то хотите сказать, там тоже будет возможность это сделать, пообщаться, поговорить. Я еще раз хочу выразить огромную благодарность всем, всем, кто приложил к этому усилию. И финансами, и поддержкой, и пением. Группа Карина, Марк, Лена. Друзья, вы знаете, я даже им не звоню. Есть люди, которым не надо даже просить. Они видят похороны, они знают, что надо делать. Это просто удивительно. Спасибо вам большое за поддержку. Также, друзья, если вы захотите сейчас поддержать братьев, и у вас не была возможность в электронном виде пожертвовать, вы можете здесь сейчас положить, вот в эту корзину при выходе. Просто можете подойти к братьям, к Алексею и к Виктору. И с последних рядов вы сможете проходить сюда, и мы будем выходить на улицу. На могиле не будет служения, мы там просто помолимся, потому что очень жарко и душно на улице. Но если вы желаете подъехать туда, то можете подойти. Если нет, мы вас ждем в классе СМБС. И сейчас, пожалуйста, во время пения небеса, Марк будет петь о небесах. Вы можете проходить сюда, можете для наших братьев, для них очень важно увидеть вас, ваше рукопожатие. Пусть Бог благословит. Спасибо, что вы здесь. До встречи. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит. И паду я к ногам того, кто стал судьбой. И не паду я к ногам того, кто стал судьбой. И не паду я к ногам того, кто стал судьбой. В небеса, в небесах, в небесах. В небесах я стремлюсь, И душой с Богом я сомнюсь. Навсегда буду там, где покой, тишина, Мир сойдет в небесах. И не паду я к ногам того, кто стал судьбой. И иногда падаю силы в себе ищу. И тогда в небо с надеждой я смотрю. В небесах не сияет там великая любовь. И зовет, верь, Борис, вставай идти за мной вперед. Я с тобой, не бойся, будь смелее. Я тебя держу в руке своей. В небесах, в небесах, там очистка Родина моя. В небесах над землей вознесусь, И всегда буду я в небесах. В небесах, в небесах я стремлюсь, И душой с Богом я сомнюсь. Навсегда буду там, где покой, тишина, Мир сойдет в небесах. В небесах, в небесах, там очистка Родина моя. В небесах над землей вознесусь, И всегда буду я в небесах. В небесах, в небесах я стремлюсь, И душой с Богом я сомнюсь. Навсегда буду там, где покой, тишина, Мир сойдет в небесах. А пока живу я на земле, И мечты мои летят к тебе. А пока живу я на земле, И мечты мои летят к тебе. Слышал ли ты голос ночи, Голос любви в душе твоей? Слышал ли ты песню в зари Ранней твоей весны? Голос моей, запах полей, Юности дней касался миг. Помнишь ли ты песни мечты Первой твоей любви? Там далеко и там высоко, Ждут небеса твой ответ. Голос святой, Голос святой, Голос святой, Рядом с тобой, Ешь нас зовет к тебе. Слышал, Слышал хоть раз в утренний час, Тихий рассказ, Лисовый рек. Мог ли тогда, Голос святой, Голос святой, Рядом с тобой, Рядом с тобой, Ешь нас зовет к тебе. Там далеко, Там высоко, Ждут небеса твой ответ. Анатолий Голос святой, 還эв. И она, Голос святой, Это депутат, И я не знаю, Загласный депутат, Я не знаю, Я не знаю, Продолжение следует... 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 Не смог ни я, ни ты Телами не спасти Разбиты были все мечты И лишь Голгофский крест Ответом стал с небес Разрушив все преграды здесь И лишь она одна Смогла понять тебя Это любовь безмерно велика Как море глубока она Божья любовь одна Это любовь безмерно велика Как море глубока она Божья любовь одна Это любовь Это любовь, это любовь, это любовь, это любовь. Это любовь, безмерно велика, как море глубока она, Божья любовь одна. Это любовь, безмерно велика, как море глубока она, Божья любовь одна. Это любовь, безмерно велика, Как море глубока, она, Божья любовь одна. Это любовь, безмерно велика, Как море глубока, она, Божья любовь одна, это любовь. Это любовь. Небеса манят и ждут меня. Небеса с каждым днем роднее и ближе. Небеса зарыва нового дня. Я господа грядущего вижу. Небеса манят и ждут меня. Небеса с каждым днем роднее и ближе. Небеса Я сегодня смотрю фотографии ваши. Смотрю жизнь вашу через фотографии, через видео. Я сам из большой семьи, я сам из восьми братьев. У нас кроме восьми братьев еще есть восемь сестер. Я ценю свою семью. Я знаю, что это твоя семья. Но я должен признаться, что у меня нет таких фотографий, которые вы показывали с моими братьями. Да, мы дружим, да, мы любим друг друга, да, мы уважаем друг друга. Но я обратил внимание и поймал себя на том, что у меня нет таких близких фотографий именно с моими братьями. У нас большинство как бы деловые такие отношения. Я для себя взял хороший урок, смотря на вас. Вы знаете, мы в конце с друзьями стоим уже там на улице на выходе и рассуждаем над такой мыслью. А почему нам так больно? Мы их не знаем. Нам эта семья незнакомая. Почему мы так переживаем? Почему мы здесь? Дорогие друзья, я вам отвечу, почему вы и я сегодня здесь. Я, друзья, родные, братья, которые прощаются с братом. Хочу сказать, почему мы здесь. Это потому, что мы все есть члены одного тела. Вам больно и нам больно. Мы все друзья, члены Иисуса Христа. И не важно, знаем мы друг друга или не знаем, нам так же должно быть больно. Нам даже маленький мизинец, он не безразличен. И если с ним что-то происходит и что-то случается, мы все тело начинаем это чувствовать. Мы это все прекрасно знаем. Вот по этой причине мы сегодня вместе здесь с вами. И только вместе мы можем поддержать друг друга и утешить друг друга. Но как бы мы ни старались, Виктор, Алексей, как бы мы ни хотели выразить максимально слова утешения, мы не сможем этого сделать. То, что сможет сделать только Бог. И псалмопевец в 61-м псалме говорит такие слова. Только в Боге успокоится душа моя, ибо на него надежда моя. Дорогие братья, дорогие друзья Михаила, и все, кто его знает, и все, кто слышит, родственники, родные, родители, братья и сестры, там, где вы находитесь, пускай Господь всегда будет с вами, и пускай только Он будет вашим утешителем. Мы как члены церкви Иисуса Христа, мы как члены одного тела, мы рядом, мы с вами. Кто-то сказал очень правильную фразу. Боль утихает, боль уходит, но память остается. Да, память у вас всегда будет с вами о нем, о его жизни, о его событиях, о его этих всех больших достижениях, которые он совершил. Но боль Бог убирает и утешает. Пускай Господь будет всегда с вами, вашим утешителем, вашим наставником, мы с вами, как церковь Иисуса Христа. Аминь. И Писание говорит, что прах ты, и прах возвратишься. Каждый из нас когда-то умрет. И когда человек умирает, вы заметили, что в любом языке, даже в английском, в русском, мы уже не говорим «Миша», мы говорим «Тело». Это рубашка. И для нас это урок. Мы иногда так много вкладываем в эту рубашку, в эту хижину нашу, а как важно вкладывать в дух наш, в душу человеческую, которая живет вечно. И сейчас это уже будет прощание с телом. Сейчас будет звучать музыка, и мы опустим тело. Но мы помним, что Миша, он живее всех нас живых. Он полон жизни, его эмоции, его чувства, они просто переполнены. Но мы еще здесь, на земле. И пусть Бог благословит каждого за все доброе, то, что вы делаете. Все, чему мы научились сегодня, что мы услышали, пусть это будет в практике в нашей жизни. Я верю, что мы ушли отсюда, уйдем отсюда измененными, другими. Пусть оно не останется здесь. Возьмите эту память с собой о жизни настоящей в Боге. Пусть в Константин Пусть в Белару Пусть в Белару Пусть в Белару Зарима нового дня Я просто дам Я дышу на мир Небеса А не без купленя Небеса А не без купленя Небеса Каждый днём на дне и ближе Небеса Зарима нового дня Я просто дам Я дышу на мир Небеса А не без купленя Небеса С каждым днём на дне и ближе Небеса Зарима нового дня Я господа Грядущего вижу 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 Я господа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова